привет друзья я в очередной раз рад приветствовать вас на канале капитан герман сегодня у нас будет продолжение нашего великолепного путешествия параджо ампат первая остановочка будет просто остановка рядом с большим островом вам между двумя маленькими островочками и здесь мы просто пришли посмотреть что за акватория переночевать и пойти дальше на остров ботанта остановка здесь интересная тем что вы бросаете якорь на 10 метровой 12 метровой глубине в проливе немножечко стрёмный заход потому что вы видите вот перед лодкой мель и нужно заходить через 6 метровый участок в принципе она не выглядит опасно но тем не менее всегда когда у вас там 30 метров а потом резко идет там 5 могут быть какие-то коралл хеды и нужно быть очень внимательными то есть такие заходы они всегда являются такие чуть-чуть держат за нерв рядом на этих островах есть слева только небольшой такой типа resort заброшенный и как бы острова эти не являются обитаемыми мы здесь проведем одну ночь и после этого выдвинемся уже дальше ну все хватит этого неинтересного фама мы выдвигаемся и идем на большой остров который находится на юге раджа ампата это ботанта и якоринг у нас здесь будет очень простой так ну что вот мы приехали еще на одно великолепное место здесь кстати отличный исход для того чтобы нырять манта рейд это большие такие огромные скаты иногда бывают там 6 метров в размере такие просто не летающие в общем нам пообещали завтра мы с ними сможем пойти и на них посмотреть потому что мне кажется это будет что-то невероятное и супер интересное а пока давайте я вам покажу как здесь все с высоты птичьего полета пройдя всего 15 миль это около 3-4 часов в зависимости от условий мы заходим на западную часть острова ботанта и здесь бросаем якорь на мелком печи такой здесь якоринг очень несложный нужно просто быть внимательными чтобы не бросить якорь в кораллы но немножечко дальше от самого рифа там песочек поэтому можно бросать якорь просто визуально смотреть где есть песчаный петч и туда его бросать рядом с нами великолепнейший риф напоминаю что мы сюда приехали смотреть на больших скатов манта рейс и хотим понырять то есть мы возьмем здесь дайв тур по местным глубинам и это то что здесь мы будем делать потому что очень хочется посмотреть и говорят здесь великолепный подводный мир но великолепный ли он мы узнаем посмотрим что здесь нам могут предложить потому что я и дина мы дайвим в основном основные акватории которые в нашем случае мы снорклим потому что дайвинг если там действительно что-то великолепное есть да мы делаем но в принципе основных акваторий достаточно на уровне глубины которую вы можете с маской трубкой посмотреть ну что вдохновленные историями о том какое здесь количество мантереев мы готовы идти давить поэтому мы пришли в местный дайв центр и сказали что мы хотим участвовать в этом мероприятии поэтому нам выдали баллоны заряженные так как у нас экипировка вся своя мы полезли на дно смотреть что там будет кстати хочу сказать что мы опускались там по моему на 28 метров и смотрели на то что будет на самом дне в самом начале когда мы начали спускаться как нас и предупредили здесь было ну прямо серьезное течение на мелкой глубине там где обычно происходит safety стоп там конечно никакого течения не было но потом как мы подъехали к свалу там уже течение началось такое прямо серьезное и чем глубже мы опускались тем меньше всего интересного было то есть конечно же мы встречали здесь этих дам сельфиш и и прочих жителей подводного мира но вот сказать так что прямо нас здесь что-то удивило и поразило нет когда мы спустились уже на полную глубину там от 24 до 28 ветров вы видите какое здесь но на самом деле самая вся красота находится на глубине от там поверхности до 10 метров поэтому большинство того что здесь есть можно просто прекрасно себе снорклить если вы уже лезете на дно то тут есть вот великолепные нуди бранчи это дин и любимые голожаберные моллюски за которыми она туда собственно и полезла но напоминаю что полезли мы сюда за тем чтобы посмотреть на великолепных мантус но пока мы нашли на дне только мелких нуди бранчей таких голожаберных моллюсков которые имеют совершенно разные причудливые формы и вот вы видите сейчас одного такого великолепного которого мы на дне начали снимать проблема съемки на большой глубине в том что очень сильно меняются цвета и так как мы ныряем без света то очень сложно делать съемку поэтому данный материал нельзя сказать что какой-то прямо уникальный но зато вот таких вот мелких великолепных животных мы смогли все таки посмотреть еще мы были невероятно удивлены увидев на дне вот этих вот рыбок-клоунов как вы видите мы вам уже рассказывали раньше вот эта самочка которая защищает свое гнездо она вышла из актинии для того чтобы нам навалять цвет этих великолепных рыбок вот такой вот странный желтый они не красные но я так понимаю что это связано с отсутствием света на дне почему они решили для себя что им на такой глубине будет удобно и великолепно мне тяжело сказать но вы посмотрите на вот таком пустынном дне на котором ничего нет стоит вот такая вот одна актиния и в ней плавают эти рыбки клоуны то есть для меня это самая нелепая история которая только может быть и вот собственно это гнездо в котором они находятся после подъема с такой достаточно приличной глубины нужно делать safety стоп то есть это остановка для того чтобы у вас внутри вашего тела нормализовалась давление ну и там еще много факторов которые на это влияют в общем нужно чтобы вы для безопасности остановились на там трехметровой глубине и немножечко постояли чтобы нормализовать все что находится внутри вас по давлению по азоту и прочее на этой глубине то что мы видим обычно когда мы снорклим мы увидели конечно много великолепного вот например вот эту рыбу камень которая такая разноцветная очень красивая очень опасная потому что мы вам уже рассказывали раньше у нее есть ядовитые иголки и если взяться за них руками то можно умереть потому что у нее очень очень опасный яд ну и вот рыба крылатка lionfish она здесь тоже живет и их там несколько штучек было мы их поснимали хотя нельзя сказать что это моя любимая рыба хоть она в принципе и красивая но это жуткий паразит куча маленькой рыбы в общем прикольно в том что если вы отрегулировали свою плавучесть вы можете стоять на вот этой трехметровой глубине и как в телевизор наблюдать за всем что происходит у вас вокруг именно поэтому здесь safety стоп был намного интереснее чем собственно сам дайвинг ну и вот мы уже дайвинг закончили и когда мы спросили нашего инструктора так собственно где же манту он сказал sorry мистер но мантус today поэтому как оказалось мы этих мант не увидели в этом споте мантус Продолжение следует... Продолжение следует... И вот возле этого великолепного места мы решили посмотреть, что же здесь будет под водой. Поэтому мы с Диной разделились. Я пошел просто нырять, чтобы посмотреть, потому что риф здесь очень красивый и невероятно интересный, великолепный. И он небольшой, там 10 метров в длину, но там такая концентрация всего, что я был под впечатлением. Одина надела акваланг, надела ласты и погребла смотреть по окрестностям, что же здесь интересного можно увидеть. Про то, что она увидела, она потом вам расскажет и покажет самостоятельно. А то, что я увидел, это вот будет сейчас. Кстати говоря, вы можете спросить, почему я называю мантус на больших мантереев. А все очень просто. Их во множественном числе очень часто называют мантус. А вообще, конечно, это мантерей. И вот как оно написано сейчас на экране, так оно и произносится. А сейчас вот хороший пример того, почему я люблю снорклинг больше, чем дайвинг. Потому что, когда ты лезешь на глубину, единственное, что реально прикольного можно увидеть, так это большие рыбы, ну или какую-то такую большую природу в ее глобальном представлении. А на глубине, там до 5 метров, находится все то, что получает энергию из воды, из планктона, от солнца. И здесь самое большое биоразнообразие и растений, и животных, и кораллов, и много чего другого, что очень классно наблюдать. И вы даже можете не нырять, а плавать по поверхности и наблюдать за вот этими великолепными тысячами мелких рыбок, которые прячутся или вылазят из кораллов, которые живут своей жизнью. А так как мы уже начали понимать, что какая рыбка делает, то ты уже смотришь более осознанно и смотришь, как эти рыбы себя ведут, почему так, как они общаются с другими представителями своего вида или другого вида. И также, я думаю, мы в скором времени вам сделаем видео и расскажем про растительный мир, который на кораллах также присутствует. Потому что это очень интересно, он очень разнообразный и очень богатый. И если понимать, что это такое, вы видите, а не просто какую-то красную фигню или какую-то палку с дырочкой, то это совершенно меняет ваше понимание того, что же под водой здесь находится. В общем, данный риф, он небольшой в длину, где-то около 10 метров. На нем вся живность находится где-то до 5 метров. Он идет каскадами, потому что находится под большими камнями, скалами, которые являются частью острова. Но на нем растет неимоверное количество кораллов. И жестких кораллов, и мягких, и каких-то полипов, и растений, которые покрывают кораллы. И все это настолько великолепно, что хочется здесь проводить много времени. И я тут на самом деле и просидел, наверное, где-то часа 2. Хотя я небольшой любитель находиться под водой. Меня обычно вытаскивает Дина для того, чтобы мы проводили совместное время в таком формате. Но здесь я, конечно, был под впечатлением. И проплыв там 10-15 метров, вот тут вы видите сейчас такой private маленький бич, пляжик, на который вы можете попасть только с воды. Здесь людей практически нет. И только туристы, которые иногда-иногда приезжают в этот хомстей, могут поехать на дайвинг. Но эта стенка, это не то место, куда все приезжают. Поэтому она вся в моем распоряжении. Я уже здесь под водой, в принципе, наплавался. Уже прошло около часа. И я тут сижу и немножечко переживаю, где же наша ныряльщица. Потому что я понимаю, что она все делает эффективно. Но все равно уже прошло много времени. И здесь я вышел на скалу посмотреть. Тут какое-то что-то непонятное. Есть дорожка, которая идет на край скалы. Проблема в том, что я босиком, без тапок. Потому что я рассчитывал только на нырялку. Ну а здесь какой-то вот такой импровизированный помост. Он крест стоит, который смотрит на воду. Я не знаю, что это. Но отсюда открывается вид на то место, которое подо мной. Вот вы видите сейчас. Это как раз тот риф, по которому я плавал. И вот можно посмотреть с высоты, как тут идет спад глубин. И это вот то место, где я провел это время. А сейчас приедет Дина и расскажет, что же она увидела интересного в своем путешествии. Ты окей? Да. Я понравилась. Ты такая молодец. Ты ничего не паникуешь. Нас несет черной откуда. Вот это коньков снимает. Там коньки были красивые. В общем, это место показалось достаточно привлекательным, чтобы и подавить здесь в том числе. Глубины не сильно большие. И мы решили посмотреть, что же там на дне. То есть начали постепенный спуск. Оказалось, что там есть разные необычные уже для нашего глаза виды водорослей, кораллов, рыбок. Но в принципе, конечно, яркость не такая, как на поверхности. Ну, всякие интересные штуки мы увидели. Например, вот эти большущие, огромные barrel sponges. Red barrel sponges. Это такие большущие морские губки. Их там было прямо много. В них иногда живут рыбки. В общем, интересно это тоже вблизи порассматривать. Они фильтруют воду, получается, через свои внешние стенки. И получают из нее всякий планктон, полезные частицы. И, собственно, уже вычихивают обратно воду, уже отфильтрованную. Еще там интересно, что каменные огромные поверхности были покрыты абсолютно ровным слоем, таким как ковром, морскими мягкими кораллами. Это такие колонии микроживотных, которые формируются в такие красивые, как будто бы большущие цветки. Я снимала не сильно много, потому что я больше была сфокусирована именно на процессе дайвинга. Но каждый раз что-то интересное увидела, обязательно сниму. Вот этот Black Spotted Pufferfish. Он такой толстенький и вообще не сильно активный. Наверное, очень на деловом и бесстрашном. Они бывают иногда ярко-желтого цвета, но вот вы видите маленькие точечки на его теле. Это вот то, что дает ему название такое. А здесь я увидела, это мои самые любимые тут морские обитатели. Это плоские черви. Они вот такие всегда каких-то суперярких окрасок, очень маленького размера, поэтому их сложно разглядеть на какой-то глубине определенной. То есть, ну, тут повезло. К сожалению, не было макрообъектива, а просто GoPro. И интересно, что вот они такие красивые, но когда они плывут, они вот как воздушный, как такой волшебный ковер. Он всем этим телом машет, переплывая с одного места на другое. Еще они называются поликлады или многоветвистые турбулярии. Это вот такой отряд плоских червей, это вот один из их представителей. Ну, вот еще тут рыбки Немо необычного желтого цвета. Рыбки Клоуны. Да, рыбки Клоуны, рыбки Немо. Вот такая у них красивая актиния. Ну, и рыба Игла, которую я тогда думала, что это морской конек. Ну, это родственник ближайшей морского конька. Вот такой вот затаился. Они очень тоже такие вяленькие и не сильно подвижные. Ну, вот еще одна красивая тоже Берл Спонж. Такая украшенная этими морскими лилиями. В общем, тут такое супер комбо. Как будто кто-то собрал этот букет. А вот здесь у нас тоже морские эти мягкие кораллы. Они очень красивые. Я решила поснимать чуть-чуть, потому что интересно, что на глубине они все как будто бы такой более правильной формы. То есть все круглые, все разветвленные и все симметричные. Место, в котором мы были, себя исчерпало. Мант нам не показали. И мы выдвигаемся на следующую точку. Ну, здесь недалеко, около 20 миль. Мы бросаем якорь посередине острова Ботанта. И будем здесь просто ночевать. Говорят, что есть водопад, но мне не хочется туда идти, потому что на картинках я видел, там не очень интересно. Идет небольшой ручей, речка, которая проходит туда в глубину. И где-то там это все есть. Но мне достаточно просто посмотреть на красоты этого мира и переночевать. Потому что мы идем на Аеме и остров Аеме. Это наш любимый островочек, который находится прямо напротив Саронга. И тут мы будем проводить уже стоять какое-то время, потому что нам нравится. А это временная остановка. Ну, просто красивое место. И якорь, кстати, здесь бросается почти на 30 метрах. Ужас! Продолжение следует... Вот и пришло время выдвигаться с центрального якоринга Ботанта и двигаться на островок Аеме. Здесь мы проведем какое-то время, потому что это одно из наших любимых мест. А теперь давайте я вам расскажу несколько слов о заходе. Тут все достаточно просто. Есть несколько милей, которые реально нужно быть внимательными, потому что они выходят с севера и с юга. И таким, такой змейкой приходится их обходить. Потом мы подходим на якоринг и бросаемся где-то на 25 метрах. Нужно быть очень внимательными, потому что рядом будет все очень мелко. И нужно разложить цепь таким образом, чтобы при поворотах не выбросило вас на мель. Потому что от 25 метров до милей идет очень большой дроп. И вот здесь наше великолепное место, где мы стоим. Вы видите сейчас на съемке, что прямо перед нами идет отмель. Тут с 25 где-то до 6 уходит глубина. Но это должна быть точка, где у вас натянута цепь. И бросаться придется достаточно на большой воде. Посмотрите, как здесь красиво. В общем, это то место, где мы будем стоять больше недели. И у нас будет невероятное количество подводной съемки. Дина в восторге, потому что здесь очень много подводной живности. Мелкой такой, как нуди-бранчи, какие-то губки и многое другое. Это то, что реально очень классное. Рядом с нами заброшенный хомстей. Мы не знаем, что это. Но тут людей на этом острове нету вообще. Поэтому мы будем находиться здесь одни. И иногда мимо нас будут проезжать лодки. Потому что где-то в двух милях от нас небольшая деревня. Так вот мы стоим. Великолепный пляжик. С кучей мусора местного. Посмотрим, что это за пирамиды Хеопса здесь. Майя. Посмотрим, что в этом доме живет. Побросать с берега спиннинг. И может быть сейчас летануя в ПВшикой. Посмотрим, что здесь красиво будет. Мусора здесь очень много. Вообще вся Индонезия очень грязная. Если где-то резорты убирают. То обычно береговая линия вот такая, где люди живут. Ее, конечно же, не убирают. Мы стоим недалеко. Здесь, кстати, 24 метра глубиной. Красиво. Пламечки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как вам фпв-шечка здесь? Здесь на самом деле не самое прикольное место, но оно клевое тем, что здесь очень ровная вода и в принципе на берег можно выйти, рыбу побросать на спиннинг, еще чем-то позаниматься таким ленивеньким. Субтитры сделал DimaTorzok Вопросы, а что это за спиннинг? Вот такой вот у меня спиннинг. Ультралайт. Воблер. Для местных реальностей. На самом деле рыба мне, ну, пофиг, она мне не нужна. А так побросать, просто чтобы чем-то себя занять, не стоя на... Просто не сидя на берегу и пив пиво, чтобы была какая-то большая активность, не знаю, ну, вот такое вот у меня развлечение. И вот у меня был предведущий спиннинг, и этот я, по-моему, поймал только одну барракуду, мы ее выкинули. В общем, рыбак из меня не очень, это просто времяпрепровождение на берегу, пока Дина собирает ракушки, а я вот решил вот так вот сделать. Это твоя жизнь, и только ты его смеешь в авто. Воля, это куда ты сама правишь, нам и гадом. Час чекания справа, но все ось тут и зараз. Три годы, никто и кто знает, где там осталось. Редактор субтитров А.Семкин Это место острова Йеми прикольный тем, что он очень неожиданный, и когда мы разговаривали с другими яхтсменами, они сказали, ой, здесь под водой ничего интересного нет, но на самом деле все оказалось совсем не так, они просто не в том месте это смотрели. Мы в итоге в А.Семкин провели практически, наверное, в общей сложности недели три, потому что нам здесь очень понравилось. И действительно, риф оказался живой в самых неожиданных местах. Изначально, перед походом в каждое место, мы, как правило, смотрим на Google Maps, где там, возможно, есть какой-то риф. И необычно в этом месте то, что все места, которые мы предвидели, что там есть риф по Google Maps, там его не оказалось. То есть там был абсолютно скромный, просто свал. Ну, вернее, там риф был, но он как бы не живой, ничего там не было. Да, а совершенно в других местах оказалось вот самое богатство. Но поскольку я обычно плаваю вообще везде и подолгу, то есть я в итоге нашла тот самый угол, где на много-многие десятки метров был вот этот супер живой и абсолютно неглубоко риф. Там по глубине реально по пояс можно стоять было. Ну да, местами вообще по пояс, местами даже на суперлоутайде он прямо оголялся. То есть там прям надо было очень аккуратно, как в лабиринте в таком рифовом навигация происходила. Но классное это место еще тем, что вот я туда, например, на эти все рифы плавала просто с лодки. То есть тузик тут мне, например, не нужен был. В Last Distance. Ну вот тут мы еще нашли немного рыбок. Клоунов, но интересно, что их актиния ярко-фиолетового цвета, поэтому мы решили снять и их тоже. Мы, кстати, не видели еще такую актинию. Это первый раз, когда вот такая ярко-насыщенного синего цвета. И эти рыбы в ней, конечно, невероятно контрастные. Какая-то диета у нее, наверное, особенная здесь. Что она синяя может есть? Не знаю. Этих рыбов хирургов Дори. Синий пунктон. Синий пунктон. Но рыбы-то красного цвета. В общем, рыбы эти великолепные нам очень они понравились. Потому что обычно они такого же цвета, как актиния. А здесь они настолько яркие на синем фоне. Просто супер контрастные караси. Почему они обычно такого же цвета, как актиния? Обычно их актинии просто такие бледненькие, какие-нибудь песочного цвета. А рыбы какого цвета? И рыбы желтые. Ну, в общем-то, много всего другого интересного, кроме этих рыб тоже. Мы вам сейчас покажем. Вот, например, как вы думаете, что это такое? Резинка для волос. Вот, нет, это не резинка для волос. Это, оказывается, яйца, отложенные Spanish Dancer. Spanish Dancer это очень-очень крупный, такой, танцующий под водой, как Magic Carpet Snail. Но только это ночная штука, и мы его не могли увидеть. Да, мы его ни разу не видели, а вот зато яиц очень много видели. Вау, 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 а что у нас тут? Растения? Вы думаете, это растения или цветочек? Нет, это, они называются, конечно, как цветочек, морские лилии или криноидеи. Это класс морских беспозвоночных животных из типа иглокожих. То есть, это животное. Да, и оно, интересно, что такое у него строение, в центре сверху рот, а вот этими всеми лапками, которые суперлипкие и в крючочках, оно набирает себе из воды всякие микрочастички планктона и таким образом питается. Вот морские лилии, они бывают очень разных цветов, и неоново-желтые, и бордовые, и такие фиолетовые, почти синие, иногда двухцветные. Вот здесь, например, она такая черная с желтыми уже этими коготочками, вот бордовые, такие кирпичного цвета. В общем, совершенно разные. А вот здесь я, когда плавала и заглядывала под кораллы, увидела вот такого маленького дружочка. Это маленький черепашонок. Ну, такой, сантиметров 30, наверное, в длину, и он себе мирно спал под камушком, спрятавшись. То есть он не боится, когда ты к нему подошла? Я думаю, он слишком сонный был. Он днем спит, а ночью гуляет? Я не знаю, как у него это происходит, но в данном моменте он реально спал. Удивительно, что этот риф, такой вроде небольшой по размеру, оказался настолько полный разновидностями всяких разных существ живых. То есть тут не только рыбы, но и там медузы, кораллы, актинии, и очень-очень много нуди-бранчей, и вот такие огромные актинии с рыбками Немо, которые прямо... Клоунами. Клоунами, да. Но тут не только клоуны, вот эти черные с точкой тоже там живут в актиниях, кстати. Я думал, только клоуны. Ну и вот эти полосатые красавчики. Нет, не только они. То есть есть еще другие рыбы, которые имеют иммунитет? Да, да, вот эти вот черные с точками, они тоже. Ну и, конечно, очень много тут пезлеонов. Это, как она называется? Lionfish. Lionfish, опорожки. Или крылатка, по-моему. Крылатка, да. Вот эти рыбы. Интересно, что они очень часто внизу головой висят. Они так прикрепляются к кораллам. И очень такие стабильные в одном месте. Я их видела целые семейства. Но вообще здесь на рифе такой фиш-суп. Ты заплываешь, у этих рыб тут просто миллионы вокруг себя. Ну это же наши любимые damsel fish. Они всегда большим количеством плавают. И других рыб, которые под кораллами. Ну и мальки прячутся, да. То есть они любят в таких ветвистых кораллах прятаться, потому что там они могут быстренько ушмыгнуть, и никто их не поймает. И в тенечке сидят. И в тенечке, да. Рыбаньки разбегаются. Это все на отливе. Сейчас у нас почти новолуние. Поэтому здесь вот все так повылазило на берег. Это ты про себя? Да. Это ты про себя. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и на песке, не только на кораллах, иногда можно встретить что-то очень интересное. Как, например, мои любимые нуди-бранчи. Это если присматриваться. Ну если присматриваться, да. У меня всегда было очень много времени на это все. И я, поскольку и собирала еще ракушки параллельно, то есть я, в принципе, и на песке тоже часто проводила время. И оказалось, что это место, вот этот Аеми, здесь мы встретили самое большое видовое разнообразие вот этих малышей нуди-бранчи. Это голожаберные моллюски. У них вот этот вот корона такая на попе, это и есть их жабры. Они, как правило, очень маленького размера. Где-то там в среднем 2-3 сантиметра. Но на самом деле они начинаются от полсантиметра до 60 сантиметров где-то. Но здесь мы встречали в основном либо очень маленьких, либо маленьких. Они тоже такие неторопливые, донные животные. Они, как правило, очень медленно передвигаются и имеют суперяркую окраску, которая их защищает от хищников. И толстый-толстый слой слизи, который тоже им помогает в их жизни, чтобы их никто не съел. То есть они ядовитые? Ну, некоторые из них немножко ядовитые, некоторые чуть больше. Но в целом, я так понимаю, что для человека они не опасные. Там слизь такая слабенькая. Ну, вот этого красавчика, например, зовут Ганиабранчуской. Это такой сеслак маленький, он достигает 5 сантиметров. И очень яркого всегда окраса. То есть там и желтый, и оранжевый, и фиолетовый. И красивые у него рожки, и красивый у него его вот этот, собственно, бранч из попка. А их вообще здесь много было? Этих много, нет, этих много я встречала. Это такой один из самых тут распространенных. Наверное, у него тут все хорошо в жизни. Этого конкретного малыша я снимала много и долго. И интересно, что если поставить камеру и просто отойти, он будет ползти по своим делам. И потом это на ускорение очень забавно выглядит, как он, как течением его немножко... Волнами, волнами. Волнами, да, подбрасывает. Но он крепко держится за грунт. Ну и вот следующий вид голожаберного моллюска, например, здесь у нас. Это Black Raid Felidia. Я не знаю, как они по-русски называются, но у них есть еще такой common name. Это Fried Egg Sislag. То есть сислаг-яичница. Он крупнее, чем все другие особи, которых мы встречали. Он достигает, мне кажется, даже... Ну, сказано, что 6 сантиметров, но я видела их и более крупными. И интересно, что вот этот вид сислага, он часто и группами находится. То есть где один, там обязательно есть и несколько еще. Такие голожаберные живут на глубине от 2 до 20 метров. Но я встречала его и на глубине 1 метр. Прямо вот где бросила якорь, и там же они ползали. Причем их было несколько. И интересно, что они живут от года до 4 лет. И самая большая для них опасность – это загрязнение воды. Потому что они питаются губками, а губкам нужна чистая вода. Ну и вот такие красивые, ярко-фиолетового цвета губки мы встретили, пока плавали. Я, конечно, все красивое, что вижу, всегда снимаю. Потому что мало ли вдруг пригодится. А губки – это фильтр, они через себя воду пропускают. Да, ну и вот такие очень красивые еще рыбки-клоуны. Ярко-ярко-красного цвета. Но, как ты видишь, как обычно, в таких бледно-желтых, не сильно примечательных актимиях. Ну и вот такого мы встретили. Он называется Crown of Thorns. Это морская звезда, очень вредная для рифа, потому что она просто страшный паразит. Они очень живучие и поедают живые кораллы в таком количестве, что это становится действительно опасно. И во многих местах их дайверы прямо собирают и утилизируют. Вот еще одни паразиты, тоже очень вредные и завезенные по всему миру особи. Это вот это крылатки, их здесь несколько, они очень красивые, но очень опасные для экосистем, потому что они поедают в сумасшедших количествах икру местных рыб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... оставшаяся вот тайда холодненько ой холодненько прикольный такой пляж который оголился на лоу тайде, а на хай тайде его вообще нету, тут вода подходит прямо к деревьям как понять где морская звезда, вот так вот очень просто вот например здесь вот смотрите а вот это смотри по нанесу, сейчас у нее он лапки все, пусть сидит видишь? это мы сейчас приехали на остров вот наша лодочка стоит конечно место очень красивое может у них здесь был пикник я помню этот пухловод тут еще где-то есть унитаз такой видобелый полуразрушенный вот это я понимаю это мангровая семечка обычно мангровые семечки выглядят вот так вот то есть вот видите вот это вот лежит это вот такого размера но вот это это монстоманго а потом из этих семечек вот так прорастает кверху это вот мангровый куст красивое смотрите народ вот это все это дно и вот это вот дно идет до вот этой линии и вот туда поднимается то есть вот эта пальма которая лежит это еще наполовину в воде сейчас конечно приливы сумасшедшие и отливы думаю под два метра наверное тут ну и вот тут очередной какой-то неопознаваемый нуди бранч причем то ли он там яйца клал то ли что-то и их там было штук шесть в одном месте то есть они такие не сильно красивые не сильно примечательные но с какими-то такими белыми соплями и спереди и сзади в общем ничего он очень прикольный ну вот вот они мне кажется питаются вот этими водорослями ну вот еще красивый вид губок тут у нас а это осминог да я его случайно увидела потому что опять же заглядывала во все отверстия но он так и не вылез поздороваться он просто спрятался а вот это вот кстати каури которая считается в мире исчезла ну это это нам так сказали на самом деле в попуа новой гвинеи что она исчезла а здесь уже в индонезии я их встречала много и их ракушки в сувенирных магазинах тоже очень часто встречаются но белые они красивые конечно да они белоснежные интересно что алмантия у нее чисто черная и вот когда ты ее изначально видишь она полностью покрыта черным а потом она открывается ну если ее там потрогать потормошить она начинает прятаться в раковину и становится а вот смотрите вот это еще один такой яичный желток только совсем маленький детеныш а тут у нас звезда патрик испанчбоба посмотрите это явно писался персонаж именно с этого вида морских звезд он такой пузатенький а тут у нас морской огурец какой великолепный он похож на пера агва как будто такой с дредами красивый ну в общем риф здесь очень красивый очень великолепный нам тут находиться очень понравилось да интересно что это то место которое вообще не предвещало каких-то особенных красот потому что во первых она находится очень близко к саронгу а в саронге там полный срач грязь мусор и вот это вот все мы это раньше показывали да но это прямо супер близко и такое великолепие ну и вот тут самый красивый которого я вообще на этом рифе встретила плоский червь называется badfords flatworm или magic carpet в простонародье но вы сейчас увидите почему он так называется он невероятно красивый маленький и когда он плывет это просто что-то вау я таких красивых существ еще не видела он получается приземляется куда-то и там ищет себе еду и всякое такое питается он мелкими ракообразными или беспозвоночными мелкими морскими то есть у него достаточно обширная диета но перемещается он между местами вот так вот вплавь то есть он не ползает по земле а плывет это действительно похоже на какой-то волшебный ковер мы вам сейчас покажем как он приблизительно выглядит вот если его хорошо макросъемкой снимать у нас конечно была gopro которая не передает прямо полный спектр его красоты но вы видите какое он в движении это просто что-то невероятное он обычно до 6 сантиметров длиной то есть я как раз встретила вот такую взрослую особь они водятся очень много где оказывается но это единственный которого я встречала хотя они бывают и в кении и в таиланде и на соломоновых островах и здесь в индонезии то есть это достаточно распространенный такой моллюск то есть он похож по моему на спайниш-дэнсер а просто спайниш-дэнсер больше да спайниш-дэнсер сильно больше и конкретно ночной а этого вот я встретила в пасмурный день интересно что действительно в пасмурные дни вот этих всех голожаберных моллюсков сильно больше вокруг чем в солнечный день наверное это как-то связано и не просто жарко может быть они не любят супер яркий свет не знаю но вот именно в пасмурные дни это прямо то самое время устраивать фото охоту на них морской огурец или галатурия он как раз тот сейчас движение то есть вы видите как он лапками своими вот этими собирает песок со дна из него выфильтровывает всякие микроорганизмы и поедает их питается он судя по всему хорошо потому что он посмотрите какой большой толстенький но он реально огромный то есть его когда увидел думаю что это за огурец лежит на дне а потом присмотрелся он еще и двигается да да но не как правило двигаются интересно что когда ты вот ставишь камеру и записываешь их а потом это немножко все ускоряешь получается что он действительно двигается а вот здесь сережа увидел вот этот самый опасный конус и такие конусы трогать руками нельзя но в этом конусе оказалось живет краб ну вот и закончилось наше путешествие по раджампату суммарно вы провели порядка двух месяцев на этих великолепных островах и сейчас мы выдвигаемся уже в сторону бали вы уже видели эти видео в которых мы вам рассказывали про переход и дальше мы будем вам рассказывать про самое популярное место в индонезии остров бали с точки зрения яхтинга с точки зрения нашего взгляда на происходящее здесь потому что для меня это новый опыт один а уже здесь было и она тут хорошо ориентируется поэтому друзья не забываем подписываться на канал вы знаете что делать вам ставить лайки писать комменты а мы будем для вас готовить что-то дальше интересненькое и я думаю что в ближайшее время уже появится техничка поэтому не пропустите а на этом наш выпуск подошел к концу я надеюсь серия роликов про раджо ампат вам понравилось все друзья пока тебе нравится тут очень вообще тут такой шикарный риф хотя ничто не предвещало типа в глубине находимся и тут короче очень богатый риф мы столько нуди бранчины снимали 4 вида нуди бранчина один риф ого-го и никто не хотел сюда плыть а все гласали а Субтитры сделал DimaTorzok